Привет, меня зовут Екатерина Катарикадзе. Вы смотрите программу Катарикадзе иностранных дел на телеканале Дождь. Приступим. Конечно, Украина, заявляет секретарь российского совбеза Николай Патрушев. Почему именно Киев обвиняют в совершении теракта в Крокусе? И чем Путина не устраивает версия СИГИЛ? Украина получит истребители F-16 уже летом, обещает адмирал НАТО Роб Бауэр в эксклюзивном интервью Дождю. В Северной Корее забыли устроить выборы или просто отменили голосование? Что случилось и далеко ли Путину до Ким Чен Ына, объясняет востоковед Андрей Ланьков. В этот выпуск я бы хотела начать с соболезнований родным погибших в Подмосковье. От лица редакции Дождя, всех, кто делает эту программу и себя лично. Наши мысли сейчас о тех, кто был подло убит в Крокус-сити-холле и о близких жертв этого страшного преступления. Правление Владимира Путина начиналось со взрывов в Москве и Чеченской войны. Пятый срок открылся террористическим актом, жертвами которого стали, по официальным данным, 139 человек. Пятый срок открылся террористическим актом, жертвами которого стали, по официальным данным, 139 человек. Владимир Путин, начинающий политик, произносит фразу, впоследствии ставшую его визитной карточкой. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортирах замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт, окончательно. И в сортирах замочим. За прошедшие 24 года Путин для миллионов стал тем, кто дает стабильность. Это пресловутое «зато никак в 90-е и не было бы хуже» вообще главная плюшка, или лучше сказать психологическая взятка населению. По задумке кремлевских политтехнологов, широкие народные массы должны воспринимать Путина как царя, решающего проблемы за них. При Путине можно не интересоваться политикой, все как-то само с собой рассосется. Ну и зарплаты с пенсией придут вовремя. Правда, в последние пару лет что-то идет не так. Россия начала полномасштабное вторжение в европейскую страну. Война приходит в российские регионы. В Белграде эвакуация, стрельба и взрывы. И вновь терроризм. С чего Путин начал, к тому вернулся. Конечно, никто не застрахован от террора. Мы помним 2015 год, нападение на концертный зал «Батаклан» в Париже. 130 убитых. Организатор «Исламское государство». Помним, как те же террористы расстреляли отель в Индии. Спастись от нападений фанатиков крайне трудно, ровно потому что те озверевшие безумцы, которых не останавливает даже страх. Имеем ли мы дело с такими же безумцами? Пока не ясно. Но уже понятны задачи российской власти и ее помощников в лице пропаганды. Втянуть в этот кошмар Украину. Путин не любит, когда его правление омрачается неприятными ему эпизодами. А этот, несомненно, из таковых. Подобные главы из истории путинского президентства последовательно вымарываются. Не случайно Путин не ходит на памятные мероприятия, посвященные жертвам предыдущих терактов. А, впрочем, и мероприятия эти проходят максимально скромно и тихо. Скорбеть и помнить своих подло убитых сограждан категорически не в его стиле. Все четверо непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Задача первых лиц указать на виноватого. Зачем? В первую очередь, чтобы снять всякую ответственность с себя и российских спецслужб, пропустивших такую атаку. В 99-м после взрывов домов тут же обнаружились чеченцы. Теперь украинцы. Украина – наиболее удобный враг. Ненависть к ней разжигают уже много лет. Начали сильно до большой войны. Ну и намекнуть на западных кураторов никогда не лишнее. Воспользоваться спаханным полем, чтобы аудитория привычно согласилась и не задавала вопросов. Вот цель Кремля. Оговорюсь, я не вижу, чтобы трагедия 22 марта каким-либо образом входила в интересы российской власти. Иначе государство бы уже запустило непопулярные меры, оправдывая их обеспечением безопасности. По крайней мере, пока мы не наблюдаем ни объявления о всеобщей мобилизации, ни какого-то экстраординарного усиления активности на поле боя в Украине. Разве что уже пошли разговоры об отмене смертной казни. Возможно, последует и другое. Но пока, повторюсь, теракт в Крокусе не выгоден Владимиру Путину. Потому что это нападение сеет страх и недоверие, подозрения и вопросы. Мы, очевидно, наблюдаем сейчас попытки эти человеческие эмоции использовать в политических целях. Направить на украинцев. Коряво и неубедительно связать Киев с исламскими террористами. Не забываем, что еще в декабре 17-го года Путин объявил об окончательной победе над ИГИЛ. И вот теперь ему нужно как-то объяснить возрождение этой группировки. Все дело в Украине. При этом еще вечером в пятницу в Белом доме заявили. Свидетельств того, что Киев причастен к стрельбе в Крокусе нет. Тут же ответила Мария Захарова из Министерства иностранных дел. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индулигенции. Иными словами, официальный представитель Министерства иностранных дел, не имея никаких доказательств причастности соседней страны к теракту, требует не исключать Киев из списка подозреваемых. Скромно умалчивая, что именно американцы еще 7 марта сообщали о возможном теракте в России, от которого отмахнулись, обвинив США в запугивании. Борьба с англосаксами настолько затуманила сознание первых лиц, что бесценная информация от Вашингтона просто спускается в трубу. И это еще одно последствие войны за место Путина в учебниках истории. Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности, тоже не стал дожидаться расследования. Он написал о необходимости, цитата, «тотальных казней террористов и репрессий против их семей». Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, как террористы, включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Не только Медведев знаменитый своими радикальными заявлениями определил виновных. Вечный лидер Компартии Геннадий Зюганов заявил, Вашингтон перешел к ликвидации СССР. Я держал в руках доклад «Гарвардский проект о ликвидации СССР». Первая глава – перестройка, вторая – демократизация, третья – ликвидация. Вот сейчас они приступили к ликвидации нашей страны, объявив войну на уничтожение. Если мы не отмобилизуемся, мы дело имеем с очень опытными диверсантами, провокаторами. Я писал работу «200 лет американской мечты», все менялось. Даже погода – экспансия и провокация – это железная практика. И никакие там эти ИГИЛы – это полная щебуха. Хотя ИГИЛы и все остальное – это создание ЦРУ и МИ-6. И все, что мы видели в этот мрак – это их работа. И уже сегодня, определившись, наконец, с некоторыми подробностями, высказался директор ФСБ Бортников. Да, осуществляли нападения радикалы-исламисты, но Киев причастен. Ну, мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Ответные меры, конечно же, будут осуществляться. Вот, работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже независимо от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Секретарь Совета Безопасности Патрушев в ответ на вопрос, ИГИЛ или Украина, уверенно и однозначно назвал последнюю. А ведь связанное с исламским государством информационное агентство АМАК опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано нападение. Показывать это безжалостное убийство безоружных людей мы не будем. Маргарита Симоньян объясняет, преступники просто действовали под чужим флагом. ИГИЛ. Очень удобно. Первое, что приходит в голову. ИГИЛ, строго говоря, с Украиной не связан, но Украины не подумают. Никто не удивится, что ИГИЛ, потому что ИГИЛ действительно понасовершал массу терактов везде в мире. Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши небратья, так называемые, и их дрессировщики. Она же, Маргарита Симоньян, позже будет испытывать удовлетворение при виде подозреваемых. Никогда не ожидал от себя такого, но когда вижу, как их скрюченными заводят в суд, и даже ухо это, чувствую исключительно удовлетворение. Владимир Соловьев в эфире федерального телевидения прямо обвиняет США и Украину. Американцы, говорит, сделали все возможное, чтобы этот теракт произошел. Как мы должны действовать? Ну, кто я подсказывать верховному главнокомандующему? Но я уверен, что после выборов с таким оглушительным результатом, любые предложенные и осчисленные меры будут восприняты нашим народом четко и правильно. Но если хоть какие-то, пусть минимальные доказательства причастности Украины, лишь маршрут движения из Москвы в Брянскую область, там граница с Украиной, а еще на минуточку с Белоруссией. Все. Остальное – измышление. Зато факт – поэтки задержанных. Одному, например, отрезают ухо и заставляют его есть, а потом выкладывают видео в сеть. Другого пытают электричеством и выкладывают это видео в сеть. Будто следственные органы таким образом дают волю народному гневу, позволяют возмущенным и напуганным людям ощутить удовлетворение, как ощутила Симоньян. По закону, любые показания, данные под пытками, не могут считаться правдивыми, вне зависимости от тяжести преступления. Представитель Кремля Дмитрий Песков в этой связи сказал, цитата, «Я оставляю без ответа этот вопрос». Теперь подробности о тех, кто с высокой долей вероятности напал на Крокус Сити-Холл. Исламское государство, группировка Вилаяд Харасан. Что собой представляет эта ячейка? Я поговорила с Майклом Вайсом, журналистом, соавтором книги «Исламское государство. Внутри армии террора». По мнению Вайса, у ИГИЛ есть и возможности, и мотивы совершить подобное преступление. Если вы почитаете их пропагандистские материалы, за последние месяцы они постоянно там сыпят угрозами в адрес Путина и России. Почему именно Россия? Ну, отчасти потому, что Россия сотрудничает с афганскими талибами, а Вилаяд Харасан как раз воюет с ними. Я понимаю, что сейчас гуляет много конспирологических версий, но, поверьте, часто самая очевидная версия оказывается в итоге правильной. Так что лично у меня нет никаких сомнений в том, что за этим терактом стоит «Исламское государство» в Харасане. Но это, в принципе, типично для всех международных джихадистских группировок. Они очень любят устраивать такие громкие теракты. Если устраивать теракт, то желательно в столице, и желательно, чтобы было как можно больше жертв. Вот поэтому они и расстреливали людей из автоматов, поэтому они и подожгли здание, в котором было много людей. Это же торговый центр, это концертный зал. Так что это их почерк. Вы же помните, до этого они устраивали теракт на концерте Арианы Гранды в Манчестере, а перед этим был практически такой же теракт в концертном зале Батаклан в Париже. То есть они всегда устраивают теракты в каких-то людных местах, где собирается много народу. Почему в этот раз именно Россия? Ну, во-первых, они не забыли советское вторжение в Афганистан. Они помнят, как маджахеды еще сражались с советскими солдатами. Во-вторых, это месть за Сирию, поскольку российские войска воевали с игиловцами в районе Пальмира и в некоторых других частях страны. Но если говорить в целом, то эта террористическая группировка, она не признает существующие мусульманские арабские страны. Так что если бы у них была возможность устроить что-то в Иордании, или там в Саудовской Аравии, или еще в какой-то там стране Персидского залива, они обязательно сделали бы это. И на самом деле они уже устраивали там теракты. В этот раз они выбрали Москву, но это не значит, что у них есть какие-то особые предпочтения в этом плане. Я, конечно, спросила Вайса, как же так вышло, что нападавшие на Крокус не были смертниками? Почему сели в машину и попытались скрыться? Это будто бы не похоже на почерк ИГИЛ. Далеко не все ИГИЛовцы-смертники, далеко не все они готовы отправиться на тот свет со своими жертвами. Очень часто они устраивают теракты и потом пытаются скрыться, чтобы впоследствии они могли устроить новый теракт. У меня на самом деле тоже есть некоторые вопросы. Например, мне непонятно, был ли у этих людей опыт участия в боевых действиях. Или, например, как их завербовали в исламское государство. Лично или через интернет? Потому что, в принципе, мы уже много раз видели примеры того, как процесс радикализации происходит через общение в интернете. А вот фактор денег, который исполнительно называют своим мотивом, для эксперта выглядит сомнительно. Обычно террористы ИГИЛ вознаграждения за свои преступления не берут. Предварительно Майкл объясняет упоминание 500 тысяч рублей тем, что эта информация всплыла на допросе, а значит исходит от силовых органов России. Что касается Вилаята Харасан, то это афганский филиал исламского государства, враждующий с талибами. Талибов ИГИЛовцы считают недостаточно радикальными, поэтому они не признают Талибан законной исламской властью. За последние 10 лет международная коалиция во главе с США очень сильно потрепала основную группировку исламского государства в Сирии и Ираке. То, что, собственно, и называется ИГИЛ, то есть Исламское государство в Ираке и Леванте. А ведь было время, когда ИГИЛ контролировал треть территории Сирии и более трети Ирака. Это была территория размером с Великобританию или с какой-нибудь крупный американский штат. И главная задача международной коалиции была уничтожить халифат, освободить Левант и Месопотамию. Но это не помешало исламскому государству распространиться за пределы этого региона и захватить, например, целые районы в Африке. Причем происходит это часто за счет того, что, скажем, боевики, которые раньше принадлежали к какой-то другой джихадистской группировке, например, Аль-Каиде, в какой-то момент просто решают, что Аль-Каида им надоело, и присягают на верность халифу. Так что Вилает Харасан — это как раз такая франшиза, если хотите, которая отпочковалась от основного ИГИЛа. Но сейчас, устроив этот теракт, они продемонстрировали, что они сами по себе серьезная сила. Тут нужно еще учитывать, что США выбили свои войска из Афганистана, и, соответственно, возможности по сбору разведывательной информации и проведению контртеррористических операций в этой стране резко сократились. У нас больше нет войск в Афганистане, больше нет возможности наносить удары с беспилотников, нет возможности отправить в какую-то точку отряд спецназовцев. Власть в стране перешла к талибам. Но талибы, сами понимаете, как вы считаете, могут талибы организовать эффективную систему по борьбе с террористами типа ИГИЛовцев или Аль-Каиды? Вряд ли, да? Так что я думаю, Вилает Харасан будет теперь постепенно набирать силу и влияние. На мой вопрос о гражданах Таджикистана, арестованных в России по подозрению в совершении теракта, Майкл Вайс отвечает, что видел среди ИГИЛовцев много выходцев из Центральной Азии, как таджиков, так и узбеков. Я даже помню, был такой случай, я разговаривал с одним бывшим ИГИЛовцем, причем нужно понимать, это был 2015 год, то есть ИГИЛ был на пике своего могущества, и вот он мне рассказывал, что у них в организации все так боятся чеченцев, а тут нужно понимать, что чеченцами арабы называют вообще всех, кто говорит по-русски, то есть и грузины, и узбеки, и арабов, они все чеченцы. Так вот, этих чеченцев настолько все боялись, что когда в халифате объявляли общий сбор, и все отряды собирались, чтобы получить какие-то новые приказы, ИГИЛовские власти расставляли на крышах домов снайперов, потому что они все время опасались, что эти русские отряды могут сбунтоваться. Вы смотрите программу «Катрикадзе иностранных дел», поставьте лайк этой трансляции, если смотрите нас в Ютьюбе, и не забывайте, что ваша поддержка для нас очень важна. Если вы находитесь вне России, то все подробности на сайте tvrain.tv. Украина никогда не просила о размещении войск НАТО на территории страны, но лидерам ЕС необходимо привыкнуть к мысли, что, цитата, «этот день может наступить», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Политика». Об отправке европейских солдат на поле боя я спросила, среди прочего, у адмирала НАТО Роба Бауэра. Интервью мы записали несколько часов назад, но первый вопрос был, конечно, о теракте в Подмосковье. Господин Бауэр, спасибо, что вновь пришли к нам в программу. Прежде всего, хочу спросить вас о чудовищных событиях, произошедших в России 22 марта. Владимир Путин возлагает ответственность за этот теракт на Украину. Как вы думаете, будет ли Москва предпринимать в связи с этим какие-то действия? То, что Путин сейчас пытается возложить ответственность за теракт на Украину, этого следовало ожидать. Но мне кажется, что есть очевидные факты, которые говорят о том, что это не Украина, его организовала. Во-первых, США и Великобритания заранее предупреждали Россию о том, что готовится теракт. И российские власти должны были использовать эту информацию для того, чтобы найти террористов и предотвратить этот теракт. Ну и потом, сразу же после теракта, ИГИЛ, исламское государство, взяло на себя ответственность за этот теракт. И мне кажется, это застало Путина врасплох, потому что он оказался в очень неудобном положении. Он говорил, что это украинцы все устроили, а теперь выясняется, что это было исламское государство. Но поскольку у него есть возможность изолировать российскую аудиторию от внешнего мира, в определенной степени, конечно, он продолжает настаивать на том, что это сделали украинцы. Но в основном эта история рассчитана для внутреннего потребления. И делается это для того, чтобы российское население поддержало его решения по поводу войны в Украине. То есть дальнейшая мобилизация, перевод экономики на военные рельсы и сейчас он уже говорит об этом как о войне, а не о специальной военной операции. Вы недавно ездили в Киев, встречались с президентом Зеленским, делали заявление. Я, естественно, следила за этим визитом. Какие выводы вы сделали по итогам поездки в Украину? И о чем президент Зеленский просил вас, как представителя НАТО, в первую очередь? Ну, в принципе, я и раньше это знал, но в ходе этой поездки в Киев, в Украину, я еще раз в этом убедился. Я понял, что мужество украинцам не занимать. С мужеством у них все в порядке. А вот чего им не хватает, так это снарядов, боеприпасов, оружия. И это сейчас самый главный вопрос. Украинские власти четко говорят о том, что им нужно оружие, им нужны боеприпасы, потому что сражаться они хотят, они продемонстрировали, что сражаться они умеют, но им нужна наша помощь. И это главный вывод, который я сделал по итогам этой поездки, что нам нужно продолжать помогать Украине. И не просто продолжать, а нужно значительно увеличивать объемы помощи, нужно наращивать объемы производства оружия. У нас на военных заводах больше оружия, больше боеприпасов. Про деньги, конечно, тоже говорили. Например, в США сейчас решается вопрос по поводу выделения финансов. Будем надеяться, что он будет в ближайшее время решен. Кстати, президент Зеленский, что интересно, он говорил не только по поводу снарядов, он и про деньги тоже спрашивал. Он говорил, что у них есть возможность производить какие-то виды оружия в Украине, но для этого нужны деньги. Потому что вы сами понимаете, у самой Украины сейчас денег для этого нет. Так что какие-то страны, в принципе, могли бы помогать Украине не обязательно оружием и боеприпасами. Есть и другие возможности, потому что деньги тоже нужны. И они об этом спрашивают. А людей Зеленский просил? Он просил вас отправить в Украину войска? На самом деле нет, нет. Причем после того, как Макрон выступил и сделал свое заявление, президент Зеленский четко сказал, нет, мы не хотим, чтобы французские солдаты погибали в Украине. А президент в этом плане занимает последовательную позицию. Он никогда не просил, чтобы туда отправили войска. Он просит оружие, боеприпасы, и вот теперь он еще просит денег. Так что у нас есть много возможностей для того, чтобы помочь Украине. Помогать можно по-разному. Потому что на самом деле Россия Украиной не ограничится. Ее цели простираются намного дальше. И если Россия победит в Украине, то на этом война не закончится. Мы, естественно, не можем допустить, чтобы Россия победила в Украине, потому что это суверенная страна, которая подверглась нападению, нарушены международно признанные границы. Так что агрессор, в данном случае Россия, ни в коем случае не может победить. Вы говорите, что Россия не должна победить в этой войне. А Украина? Есть ли у Киева еще возможность одержать победу? Да. Мне кажется, мы в 23-м году были чересчур оптимистичны. Мы помогали украинцам готовить контрнаступление, которое проходило летом, ну, вернее, весной и в начале лета. И мы, когда я говорю «мы», я имею в виду не НАТО, а 50 стран, которые помогают Украине. Эти страны помогали оружием, боеприпасами, обучали украинских военных. Многие страны принимали участие в этой работе, помогали готовить военные планы и так далее. Вот это все было сделано. И у нас люди привыкли так. Если ты что-то планируешь, что-то готовишь, значит, обязательно тебя ждет успех. Но дело в том, что в войне участвуют две страны. Если одна страна что-то готовит, что-то планирует, то другая страна смотрит на твои планы, и со своей стороны тоже что-то готовит, готовит какие-то контрпланы, идет постоянная борьба. Война идет не только на передовой, но и в штабах. Люди постоянно думают, какие еще виды оружия использовать, беспилотники, еще что-то. Поэтому предсказать, как будет проходить война, невозможно, очень сложно. Меня часто спрашивают, как долго будет продолжаться война. Я не знаю, потому что это зависит от разных сторон. Есть Украина, есть Россия. И все что-то делают со своей стороны, поэтому предсказать что-то очень сложно. Так вот, я говорю, что в 23-м году мы были чересчур оптимистичны. А вот теперь мы не должны быть чересчур пессимистичны в 24-м году, мне кажется. Ну а в чем может заключаться победа для Украины? Это возвращение к границам 1991 года или 2022? Или еще что-то? Ну, прежде всего, нужно сказать, что это не мне решать. Это украинцы сами должны решать. Да, но вы же главный партнер Украины. От вас очень многое зависит. Да, но, смотрите, разные страны дают оружие и боеприпасы, не НАТО. Потому что НАТО дает Украине только нелетальную помощь. Тут участвуют самые разные страны. И эти страны ведут диалог с Украиной. Этот диалог ведется не через НАТО, а страны разговаривают с украинцами напрямую, они договариваются, оказывают помощь. И мы все пытаемся помочь. Вот это, кстати, то, что изменилось по сравнению с тем, что происходило в начале. Мы пытаемся понять, чего украинцы сейчас хотят добиться в ходе контрнаступления. И тогда мы можем уже помочь более эффективно, а не просто там что-то дать. Насколько я понимаю, Украина хочет вернуться к границам 1991 года. Насколько я понимаю, и я не слышал ничего другого. Насколько я понимаю, Украина хочет восстановить всю свою территорию в международно признанных границах. И это совершенно понятное желание. И вы считаете, это возможно? Да, я думаю, это возможно, но это будет нелегко. И, возможно, потребуется больше времени, чем многим людям хотелось бы. Вот это, кстати, еще один момент. Если почитать газеты, если послушать, что говорят на телевидении, то все хотят, чтобы война закончилась побыстрее. Все хотят, чтобы она не тянула слишком долго. И опять же, я говорю, что предсказать, как долго будет продолжаться война, очень сложно, потому что в ней участвуют две страны. Вот Россия, например, не смогла достичь никаких своих стратегических целей, поэтому Россия продолжает вести войну. И у украинцев, на самом деле, тут нет никакого выбора, потому что, если Россия перестанет вести войну сегодня, то на этом война закончится. Они просто вернутся домой, и все. А вот если украинцы перестанут воевать, то тогда Украина перестанет существовать. Так что, о чем тут говорить? Если Россия перестанет воевать, то война закончится. Но поскольку Россия продолжает воевать, украинцам тоже приходится продолжать. Вы говорите, что многие хотят, чтобы эта война поскорее закончилась. Я тоже это вижу. Я вижу, что политики на Западе устали. А есть ли такая возможность прийти к какой-то договоренности? Вот вы встречались с Зеленским. Готов ли он, по-вашему, вести переговоры? Готов ли он договариваться с Россией? Честно говоря, мы об этом с Зеленским не говорили. Не мне разговаривать с президентом Украины и спрашивать его, готов ли он принять какие-то мирные предложения, которые пока что даже никто не положил на стол. Это первое. Ну а второе, пока Россия продолжает воевать, у украинцев нет выбора. Им надо продолжать сражаться. А Россия? Россия хотела бы договориться с Украиной? Да, они время от времени об этом говорят. Но украинские власти, и я их прекрасно понимаю, они говорят, если мы сейчас согласимся на прекращение огня, то Россия просто использует эту передышку для того, чтобы укрепить свои войска. Поэтому это будет не перемирие, а это просто будет возможность для России продолжить эту войну с еще большей интенсивностью. Поэтому они отказываются. Видите ли вы со стороны Москвы угрозу разрастания этого конфликта? Может ли эта война распространиться на территорию Европы? Вы же наверняка слышали эти разговоры по поводу Молдовы и стран Балтии. Я не буду сейчас говорить про конкретные страны, я не думаю, что это было бы полезно. Но мы прекрасно знаем, что амбиции России простираются намного дальше, чем Украина. Но Россия хочет вернуться к тем границам, которые у нее были раньше. И речь идет о странах, которые сейчас стали суверенными государствами, о бывших советских республиках. Так что тут уже от России ничего не зависит. Это не Россия решать. Поэтому если кто-то не согласен с тем, что случилось в 90-е годы с распадом Советского Союза, с тем, что это теперь суверенные страны, которые могут сами решать, как им жить, тогда остается только воевать. В заключение еще буквально пару вопросов. Я хочу спросить вас по поводу того, что сейчас происходит на российской территории, например, в Белгородской области. Там, на территории Российской Федерации, идет настоящая война. Мы слышим, что странам НАТО это не нравится, что они против того, чтобы Украина наносила удары по российской территории. Что вы об этом думаете? Можете ли вы сказать, что с пониманием относитесь к тому, что на территории России сейчас ведутся боевые действия? Ну, мне кажется, выступала вот недавно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, и она все четко сказала. Она сказала, что если есть какие-то логистические центры, это законные военные цели. Например, НПЗ или какие-то склады, где хранится оружие или боеприпасы. Даже если эти объекты находятся на территории России, это все равно законные военные цели. Если вы ведете войну с этой страной, если вы наносите удар по этим целям, вы тем самым подрываете способность России вести боевые действия в Украине, действовать на оккупированных территориях. Так что я считаю, да, это законные военные цели. Я ничего не знаю по поводу того, какие разговоры отдельные страны ведут с президентом Зеленским. Соглашаются они с нанесением ударов по России или нет? Через НАТО такие дискуссии не ведутся. Я читаю что-то в газетах, но я ничего не знаю про такого рода контакты. Но с военной точки зрения, это законные военные цели. А что сейчас Украине нужно, в первую очередь, чтобы переломить ситуацию в свою пользу? Вот Путин сказал, что в теракте есть украинский след, потому что контрнаступление провалилось. То есть Путин провал контрнаступления связывает с террористическим актом. Так вот, есть ли у Украины возможность провести успешное контрнаступление? Нет, но давайте мы взглянем на это с другой стороны. Давайте спросим себя, много ли России достигло своих целей? Вот Украина смогла отвоевать 50% захваченных территорий. Украинцы выбили Черноморский флот из Севастополя, заставили его отступить. Украина, причем украинцы добились этого, не имея собственного флота. Дальше. Украина смогла начать поставки зерна из Одессы в Румынию, в Болгарию, в Турцию и дальше через Босфорский пролив, не имея зерновой сделки с Россией. Из России уехали 1 миллион 300 тысяч молодых людей, самые талантливые, самые перспективные. Тысяча иностранных компаний ушла из России. Так что у России дела в этой войне идут далеко не так хорошо. Так что нужно смотреть не только на Украину. Вот санкции, санкции, я считаю, работают, но там остались некоторые лазейки, поэтому сейчас нужно посмотреть, как сделать так, чтобы санкции обходить было сложнее. Нужно закрыть все лазейки, вот это важный момент, я считаю, чтобы у России уже не получалось обходить санкции. Мы со своей стороны должны наращивать объемы военного производства. Есть ли все-таки что-то конкретное, например, ракета «Таурус», или это не настолько важно, как некоторые говорят, или, например, «Ф-16»? Есть какое-то одно оружие, от которого сейчас все зависит? Нет, 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 нет такого, какого-то одного вида оружия, какой-то серебряной пули, «Ф-16» и так далее. «Ф-16» украине дадут, кстати. Да. Но проблема с «Ф-16» вот в чем, сложность, вернее, вот в чем. «Ф-16» — это совершенно другой самолет, не такой, как «Миг». Там нужно не просто обучить пилотов и механиков, нужно еще обеспечить всю логистику, нужно обеспечить самолеты с запчастями, нужно специальное оружие для «Ф-16». Все это нужно для того, чтобы самолеты можно было использовать эффективно. Если вы начинаете использовать «Ф-16», если у вас есть летчики и механики, и если мы хотим, чтобы Украина на протяжении долгого времени могла эффективно использовать эти самолеты, чтобы было много вылетов... Я понимаю, так когда Украине дадут «Ф-16»? Те страны, которые ведут переговоры с Украиной на эту тему, говорят, что они собираются поставить первые самолеты летом. Большое спасибо за это интервью. Президент Макрон накануне подтвердил, что сведения французских спецслужб подтверждают причастность к теракту в Крокусе организации «Исламское государство». Далее цитата. Эта группа уже несколько раз пыталась проникнуть и на территорию Франции, сказал он. В этой области мы предложили российским службам расширить сотрудничество. Конец цитаты. Французский лидер вообще часто появляется на международной политической арене, комментируя все сколько-нибудь значимые для Европы вопросы и стараясь влиять на их решения. Именно Макрон неожиданно оказался наиболее решительным партнером Украины, ведь это он первым всерьез заговорил об отправке упомянутых уже здесь наземных войск в помощь ВСУ. Что это за новый феномен, мой коллега Денис Катаев? Знает о Макроне все, без привлечения. Ну, почти все, наверное. Денис, привет. Расскажи, пожалуйста, что происходит с Макроном и почему он вдруг так активен? На самом деле, это не новый феномен, потому что лидерство в Европе претендовало еще с первого своего срока. Не очень успешно. В 2017 году не очень успешно, но это все-таки был первый его срок, и он много заявлял о том, что он еврооптимист, и на это делал ставку свой действительно первый президентский мандат, но расправил он в плечи действительно уже, когда пришел к власти второй раз в 2022 году, и тут способствовало несколько факторов. Во-первых, Брекзит, уход с европейского фланга Великобритании и уход в отставку Ангела Меркель. Тут он понял, что вот, место в окнатной освободилось и нужно занимать пост-лидера Европы, тем более выпал исторический шанс. Путин начал войну прямо на границах Европы, и это было воспринято Макроном как вызов. Мы знаем, помнишь, когда эти все телефонные и личные встречи за большим столом перед началом войны. Пять часов они проговорили. Я видел от Макрона после этой встречи в отеле в лобби вот с такой головой с опущенной, и вообще все потеряно. Мне советники его говорили, что нет никаких шансов и война начнется. Так оно и случилось. И буквально год назад к Макрону начало приходить понимание, что надо идти до конца и действительно не только словами и никакими переговорами с Путиным, а именно поддержкой. Поддержкой оружием, поддержкой людьми, поддерживать Украину. Давайте послушаем первый его комментарий по этому вопросу, с которого началась его риторика ровно год назад, даже больше, в январе 23-го года. Когда мы говорим «ничего не исключено», мы исходим из трех критериев. Первое – мы учитываем текущие потребности украинской армии, то есть то, что необходимо прямо сейчас. Это влияет на сроки поставок техники и обучения солдат. Второй критерий – наша поддержка не должна вызвать еще большую эскалацию, то есть то оружие, которое мы отправляем, не должно использоваться для атак по российской территории. Оно предназначено исключительно для обороны и сопротивления украинцев. Третий критерий – наша поддержка не должна ослабить боеспособность французской армии по защите собственной земли. Еще осторожный комментарий, если ты заметила, Кать, но вот там он уже произнес ту самую формулу «ничего нельзя исключать». А я на это исклюк, то, что он сейчас сказал по поводу войск, мы к этому сейчас вернемся. И вот по данным ближайшего советника, Эмбелли Макрона, в том числе по международной политике, мне удалось узнать, что ровно в начале этого года к президенту Франции пришло понимание, что либо придется соглашаться на перемирие с Путиным на условиях Путина, либо идти до конца. И кто, если не он, как считает, опять же он, потому что он претендует все-таки на лидерство в Европе, кто, если не он, должен это сделать, об этом заявить. И он решил со своими советниками, со своей командой, что Франция в данном случае будет действительно до конца поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, даже с точки зрения благосостояния французов. И это именно он хочет доказать своим европейским партнерам. Вот что он сказал в начале года этого года в Швеции и произнес на самом деле первую речь в этом году, с которой все и началось, вот это его радикальное заявление. То есть цена, реальная цена победы в краткосрочной и долгосрочной перспективе очень высока для всех нас. Поэтому самый разумный ответ на это нужно подготовиться к тому, чтобы поддерживать Украину в этом году и в последующие годы, что бы для этого ни было нужно, сколько бы это ни стоило. Это должна быть поддержка в виде оружия, боеприпасов, помощь с подготовкой украинских военных и со всем, в чем Украина будет нуждаться, чтобы противостоять российской агрессии. Мы должны прийти к ситуации, когда украинцы смогут вести переговоры об устойчивом мире, то есть мире, решение, по которому будет принимать Украина. А дальше многочисленные саммиты по поддержке Украины, частый приезд Зеленского и его планы поехать в Украину сейчас, которые срываются, как говорят, по вопросам безопасности, потому что действительно повышен градус, и мы видели, что случилось с греческим премьером во время его визита в Одессу. Как раз Макрон хочет поехать в Одессу, потому что это тоже город, который, как мы помним, связан тоже исторически с Францией. Несомненно, да. Ну и это такая демонстрация смелости. Если ты едешь в Одессу, которая, очевидно, является одной из основных целей российской армии, Одесса упоминается Дмитрием Медведевым, в понятном и вполне прямом контексте, так что, да, я понимаю, почему именно Одесса. Поэтому он перешел после конференции всяких от слов к делу, и давайте вот вспомним просто для зрителей напомним эту короткую фразу про возможный ввод наземных войск. На данный момент нет консенсуса по отправке наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в этом вопросе в будущем ничего, ничего не следует исключать. Мы сделаем все, что потребуется, чтобы Россия не смогла выиграть в этой войне. И ведь логика понятна, то еще ровно два года назад те же немцы, союзники Франции, предлагали отправлять каски. И отказывались, собственно говоря, даже от возможности отправки тех же леопардов или сейчас то, что обсуждается Ф-16, раньше вообще никто даже не обсуждал. Поэтому Макрон, главная его формула, ничего нельзя исключать в зависимости от хода войны. Как война будет идти, мы должны на нужды Украины, то, что он говорил еще год назад, отвечать. И в данном плане, в данном контексте очень важно подчеркнуть, что эта фраза еще звучала действительно от человека, который претендует не просто на роль лидера Европы, но на роль лидера и в мировой политике, потому что он, Макрон, хочет независимости добиться и от США и независеть от выборов в США. И он об этом говорил. И он об этом говорил. Сейчас я, кстати, хочу как раз этот фрагмент и показать. Тут что важно. Помнишь, в 2003 году Франция, и вообще она всегда, и при Деголе еще занимала нейтралитет международной политики и какую-то независимую отстраненную позицию в альянсе, в странах НАТО. То есть в 2003 году страна не приняла участие в операции против Ирака. Это важно, сохранять нейтралитет. И тут Макрон в контексте войны в Украине. Давайте послушаем, что он по этому поводу сказал. Это война в Европе. И поэтому мы, европейцы, отвечаем за стратегические решения. Я уже много раз об этом говорил на протяжении семи лет. Я лично верю в Европу. Я верю в сильную Европу, которая может защититься. Это наша земля, наш континент. И нам повезло, что за океаном есть люди, которые готовы нам помочь. Но было бы неправильно полагать, что мы можем только полагаться на них. Если мы, конечно, признаем, что эта война определяет наше европейское будущее, я в этом убежден. Сегодня стоит вопрос нашей европейской безопасности. Должны ли мы тогда делегировать вопросы нашего будущего американским избирателям? Мой ответ – нет. Каким бы ни был их выбор. И тут уже Макрон спорит заочно с немцами, с Шольцем, с позиции Германии, которая на самом деле все-таки крупнейший с точки зрения экономики спонсор сейчас Украины, но тем не менее с точки зрения каких-то реальных дел, реальных оружий и реальных с точки зрения стратегической поддержки, она иногда вызывает вопросы у европейских коллег, в частности у Макрона. И я знаю, опять же, общаясь с Елисейском дворце, с некоторыми людьми, что возник спор в делегации немецкой и французской. И даже немецкая делегация обиделась за то высказывание Макрона, которое я сейчас хотел тоже привести в пример. Делегации в НАТО обиделся? Нет, он обиделся немецкой делегацией вообще, немецкие представители. Поэтому Макрон недавно даже ездил специально к Шольцу урегулировать проблему, потому что он высказался очень жестко, Макрон сказал и назвал некоторых своих европейских партнеров трусами. Не надо быть трусами. Немцы восприняли это на свой счет. Но возможно, у этого есть основания. Возможно, есть основания. Давайте послушаем это заявление. Мы приближаемся к моменту в жизни нашей Европы, когда важно не быть трусами. Всегда непросто говорить об ожидающих нас драмах. Нам непросто реагировать на то, что происходит прямо сейчас. Но я верю, что обе наши страны понимают, что сейчас происходит в Европе. Мы понимаем, что война вернулась на нашу землю. И силы, которые стало невозможно остановить, продолжают расширять угрозу нападения на нас с каждым днем, противостоя нам. Мы должны соответствовать вызовам истории и проявлять необходимое мужество. Это тоже наша ответственность перед нашими будущими поколениями. Я именно этого буду добиваться. Скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя данных о том, на какую должность сметит Макрон после своего президентства? Потому что я напомню нашим зрителям, что это последний срок французского президента Эммануэля Макрона. И очень многие объясняют его смелые, заявления, его смелые шаги, его такую, значит, целенаправленную поддержку Украины, несмотря на настроение в обществе, ровно тем, что ему нечего терять. Да. Возможно, он хотел бы, не знаю, стать генсеком НАТО в будущем, или что? Хромой уткой он точно быть не готов, да, и поэтому делать все эти заявления. Я думаю, что его называют Юпитером, вообще таким обезисознанным человеком, и в этом есть немножко какая-то бравада, да, и он действительно хочет войти в историю, но хочет войти в историю по-хорошему, как, знаешь, есть такое понятие, как объединитель земель русских, у нас есть такой человек, а этот объединитель земель европейских хочет стать, но на надевропейском уровне, и я думаю, что тут речь идет не о посте НАТО, потому что, мне кажется, НАТО уже отходит Марку Рюту постепенно в общем таком понимании, а он метит, судя по всему, Эммануэль Макрон на какую-то общеевропейскую должность, это может быть должность Урсулы фон дер Ляйн, это может быть глава Европейского, Шарля Мишеля, глава Совета Европы, президент Совета Европы, но это точно будет какая-то европейская должность, потому что, еще раз повторю, в 2017 году он пришел к власти как человек, главный еврооптимист, когда евроскептики побеждали, когда та же Люпен наступала на ноги, когда вообще националисты по всей Европе, а это они все по преимуществу евроскептики, не заинтересованные в объединении демократических стран, берут вверх, когда идет правый поворот, Макрон хотел этому противостоять, сейчас этому противостоят опять, поэтому, мне кажется, его главная задача это быть в главе Европейского Союза. Возможно, когда-то будут созданы какие-то европейские штаты, узнаю. Ну, пока вот эти его высказывания, выступления, смелые заявления не приводят к радикальным переменам, но мы будем, конечно же, внимательно следить за карьерой Мануэля Макрона и его яркими такими всплесками, скажем, информационными, исходящими из Парижа, из Елисейского дворца, который обязательно будет освещать Денис Катайф, мой коллега. И, естественно, очень хочется понять, окажется ли Макрон и таким, как он... Пойдет и до конца. В большинстве, на самом деле, или, по крайней мере, будет ли его позиция доминировать, превалировать, потому что пока побеждает осторожный Шольц. Спасибо. Что ж, я благодарю Дениса Катаева. Дениса, до встречи в эфире, а мы идем дальше. Ну а в КНДР каждые пять лет проходят выборы в высший законодательный орган страны. Это Верховное Народное Собрание. Однако в этот раз эти выборы неожиданно не состоялись, хотя по Конституции дату голосования должны были назначить до 10 марта. Отменили или отложили? И что вообще происходит? Непонятно, с учетом закрытости страны. Одновременно с этим приходят новости о новых угрозах Ким Чен Ына возобновить войну с Южной Кореей. Сколько раз мы слышали крылатая «как в Северной Корее?» Насколько допустимо сравнение России с режимом Кима, мы спросили у Андрея Ланькова. Андрей Николаевич, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время и возможность. Я бы хотела задать вопрос, наверное, из числа очевидных. Тут Ким Чен Ын в очередной раз выступил в том духе, что, мол, нужно усилить подготовку к войне. И, казалось бы, он это делает довольно часто. И в большинстве случаев есть ощущение, по крайней мере, что он блефует. Но в данной ситуации, когда напряженность всеобщая, мировая, достигла каких-то уже невиданных, пожалуй, высот, хочу вас спросить, насколько это серьезно? И может ли быть, что Ким Чен Ын и Северная Корея действительно готовятся к возобновлению боевых действий? Ну, это не серьезно. Просто потому, что при нынешнем раскладе у них нет никаких шансов эту войну выиграть. Они работают, работают очень интенсивно над тем, чтобы этот расклад изменить. Они сейчас создают собственное тактическое ядерное оружие, которое, в общем, нейтрализует со временем, когда оно будет принято на вооружение, преимущество Южной Кореи в конденсальных вооружениях. После этого у них появится шанс победить Южно-Корейскую армию. Пока такого шанса нет. Использование того ядерного оружия, которое у них есть, на Корейском полуострове практически невозможно. Оно просто слишком сильное для этого. И они это отлично знают. Так что... А если говорить о том, что война вот-вот будет, ну, знаете, такая замечательная, древняя, северокорейская культурная традиция. А об этом говорят уже, ну, вот, наверное, лет 70 с лишним. О том, что война вот-вот начнется. Иногда даже конкретные даты называют. Да. Одновременно с этим Ким все-таки участвует. Пусть косвенно, но, насколько мы знаем, опять же, это не до конца подтвержденная информация, участвует в войне в Европе, войне России против Украины. Есть ли основания полагать, что вооружения Северной Кореи действительно попадают в Россию и используются в Украине, значит, Путина в этой войне? Ну, в общем, официальная позиция российского правительства, что их там нет, но достаточно количество фрагментов, достаточное количество сообщений военкоров, которые не оставляют сомнения в том, что поставки идут. Более того, спутники отслеживают эти самые подставки. Есть какие-то разные предварительные привлечительные оценки объемов поставок, они довольно значительные, так что какие-то поставки идут. Хотя я бы не назвал это прямым участием в войне, потому что с такой точки зрения США, допустим, ну и в меньшей степени другие крупные производители оружия, включая и Россию, и Францию, участвуют чуть ли не во всех войнах планет. Хорошо, я бы хотела спросить вас о другом. Тут в КНДР должны были состояться выборы в местный аналог парламента. три недели назад почти. И без объяснения причин они откладываются. Что происходит? Почему? Как вы думаете? Потому что одни аналитики говорят это связано с попытками либерализации со стороны КИМа, другие говорят, что наоборот это показатель того, что еще жестче становится управление страной. А как вы объясняете происходящее? Ну, второй вариант насчет жесткости я бы отверг, потому что совершенно безобидная организация голосует всегда единогласно. Ну, до недавнего времени выборы объявлялось, что приняли участие 100% избирателей и 100% проголосовали. Вот просто 100,0%. Вот так и написано было. За официальных, да. Это официально вполне. Последнее, так сказать, время, ну как, с начала 90-х там стали говорить о участии там в районе 99,9% избирателей, но голосуют по-прежнему 100,0% за единственного официального кандидата. Тут, может быть, проблема связана с тем, что на последних выборах, на последних выборах, они сообщили о том, что местных выборах, повторяю, местных, это важно, они сообщили о том, что какой-то там доли процента проголосовали против. Такого вообще, такому не сообщалось скорее уже более 60 лет. Ну, один из вариантов как раз вот они думают, а может провести эксперимент и сообщить, что поддержка кандидатов на выборах не 100,0%, а, например, ну, 99,3% и вот может быть так рискнуть, но это одно из объяснений. Но, кроме того, зачастую Ким Чинана есть своя логика или просто свое настроение, мы имеем дело с абсолютной монархией, то есть руководитель, человек вполне рациональный, но иногда он может принимать какие-то импульсивные решения, исходя из каких-то своих, может быть, сугубо личных, случайных соображений, и никто эти решения оспаривать не будет. В России тоже выборы состоялись, там Владимир Путин по официальным данным набрал 87 с чем-то процентов, то есть это еще не стоит, это не тот уровень, которого Ким Чин Ин достиг в Северной Корее, но, в принципе, по мнению многих, Россия в этом направлении движется довольно быстро. И вот тут все пропагандистские медиа опубликовали письмо, которое пришло из Пхеньяна, в нем все высокопарные фразы, все торжественные слова, все поздравления, которые только можно себе представить, естественно, в адрес переизбранного Владимира Путина. Как вы объясняете эту дружбу? Кому она больше нужна? Ну, почему? России нужны снаряды, на войне лишних снарядов не бывает, ну, возможно, какие-то другие интересные полезные вещи, но, в основном, конечно, это более серьезное экономическое сотрудничество маловероятно, ну, а Северная Корея за это получает деньги, может, получает какие-то, так сказать, оплату на туго, то есть, полезные товары, у ней довольно плохо, в последнее время у Северной Кореи было довольно плохо с торговлей, сейчас появились все-таки возможности продавать что-то, ну, ту же военную продукцию, когда ее произвели, думали, что, скорее всего, она там отлежит свой срок и будет утилизована, да, отправиться в металллом, а тут и удается продавать за какие-то деньги, хорошо, интересно, приятно, так что, на самом деле, обыкновенно, это, взаимовыгодные коммерческие сделки, на мой взгляд, особых перспектив тут нет, ну, просто экономики несовместимы, но на каком-то уровне можно работать, можно налаживать какие-то контакты коммерческие, это где-то будет делаться, вот так, что до поздравительного сообщения, то оно вполне нормальное, я бы сказал, стандартное поздравительное сообщение, я бы читал, никаких там особых нет, но такие поздравления все пишут, подобные ситуации. Выглядит очень насыщенно, скажем так, но это обычная форма нормальная, нормальная протокольная вполне, вполне протокольная. Хорошо, а скажите, вот если вернуться, например, к заявлениям того же Джо Байдена, президента США, когда он говорит о том, что Россия это часть оси зла, современная оси зла, и предполагается, что Северная Корея входит в этот список, да, там и Иран, и прочее, насколько вообще опасно в перспективе, на ваш взгляд, это сотрудничество? Можно ли говорить о партнерстве на долгие годы между Северной Кореей и Россией? Или это совсем какие-то разные? Зачем? Я не вижу смысла в этом парнюсерстве, и надо помнить, что, конечно, хорошо говорить об оси зла, но в данном случае вполне прагматический союз, и с точки зрения России, так сказать, излишние поставки, скажем, даже военных технологий в Северную Корею, как говорится, а зачем? В долгосрочном плане интересам России это не поможет. Северокорейцы будут, скорее всего, перепродавать эти технологии третьим странам, отрезая кусок российского рынка. Ну, а зачем это делать? С другой стороны, Северная Корея всегда относилась к внешней политике, как к игре с нулевой суммой. То есть, союзников у нее нет. У нее есть постоянный интерес, и главный интерес это сохранение статус-кво, сохранение нынешнего режима, ну и сохранение себя, потому что это одна из немногих стран, которая может просто исчезнуть при неблагоприятном повороте событий, просто исчезнуть с политической карты мира. так что тут тоже очень прагматический подход. Да, вот сейчас у Северной Кореи, так сказать, есть товар, у России есть деньги, за него платить. Да, товар специфический, это боеприпасы, но вот есть определенная сделка. Есть еще какие-то виды товаров, которыми можно торговать, но их не так много. Андрей Николаевич, я бы хотела вернуться к выборам, которые, по всей видимости, рано или поздно состоятся, потому что они должны состояться в Северной Корее. Как вообще это проходит? Вот я читала потрясающие рассказы о том, что надо чуть ли не поклониться портретам вождей на участках для голоса. Расскажите подробности, пожалуйста, об этой процедуре, как это обустроено. Ну, людей собирают с утра по списку, то есть человек не идет самостоятельно, он там сидит, нечто вроде управного, начальник народной группы, она должна, это всегда женщина, она должна отслеживать, чтобы все вверенные, проживающие на ее участке люди проголосовали, они приходят утром, организованно выстраиваются в очередь, организованно бюро бюллетеней с единственным кандидатом, организованно подходят к корне, кланяются портретам вождя, портретам вождей, их два, это первого и второго Кима, портретов третьего, как таковых, отдельно пока еще нет, появятся, я думаю, но пока нет. Поклонились и пошли домой, а перед участком выступает местная самодеятельность, поют песни революционные о вождях и играют на барабанах. Интересно, что как раз на этих выборах в России, на как бы выборах в России тоже были самодеятельность, танцы, блины и прочее, и в кокошниках девушки танцевали, но я бы все-таки еще добавила тут вопрос, а зачем это все происходит, если все голосуют за единственного кандидата, и в общем это очевидная формальность, ни у кого нет никаких сомнений. Какая цель у этого мероприятия? Ну, это старый вопрос, зачем авторитарные режимы проводят выборы, разные ответы даются на него разными людьми, я думаю, общепринятого мнения нет, я склонен к такому объяснению, что, ну и применительно к Северной Корее и не только, это просто единственный способ ледитимизации. Раньше можно было сказать, помазанник Божий и все. И вот один принц другого принца отравил, или там, я не знаю, ну, на плаху-то не посылали брат-брата, так, соседский, подружеский, отравил, новый принц стал королем, ну вот теперь он помазанник Божий, а на Дальнем Востоте там, конечно, воля неба все решала. Ну, народ говорит, помазанник, так помазанник отлично, и пошел уже дальше. А сейчас нужно все-таки как-то вот объяснить, любая власть все-таки нуждается в ледитимизации, любая власть должна отвечать народу на вопрос о том, а почему она собственно здесь сидит и какие-то приказы отдает. Ну вот, раньше там ссылкой на волю Божию это делали, сейчас на вот такую вот волю народа путем участия в определенных, я бы сказал, процедурах или ритуалах. Наверное, так. Хотя, я повторяю, это вопрос, который среди социологов, политологов активно обсуждается. Да, этот же вопрос задается в контексте российских выборов. Как вы думаете, вообще в перспективе может ли Россия приблизиться к той картине, которую вы только что описали? Нет, 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 совсем другая страна. Ну, потому что, извините, картина вызывает усмешку. То есть, в России вот этот традиционный вопрос, Россия становится с Северной Кореей. Ну, особенно это забавно, когда создают его оппозиционно настроенные журналисты из России. Я всегда отвечаю про то, что, ну, в таком случае, знаете, в Северной Корее после этого вопроса не только вы бы не дошли до дома и долго бы ночевали в казенной койке, но и вся ваша семья. Но уровень репрессивности, контроля совершенно другой. Другая страна. Просто другая страна, другие традиции. Хорошо, что я задаю вам этот вопрос, не находясь в России. Так что, в общем... Ну да, вам в этом смысле да. Ну и кроме того, даже наличие в бюллетенях нескольких кандидатов, это уже, так сказать, дарь другим традициям и другим формальностям. Да, это тоже может формальность, но это дан другим уже формальностям. Что ж, большое вам спасибо. Это невероятно интересно. Надеюсь, до скорой встречи на дожде. Спасибо, всего доброго. Благодарю. В завершение. Хочу вас позвать на день дождения. 26 апреля в Амстердаме мы соберемся вместе, чтобы отметить 14 лет с нашего первого выхода в эфир. Мы считаем, что это очень важно, что увидеть друг друга, поговорить друг с другом, задать вопросы, получить ответы. Это все, что мы можем и, наверное, должны делать в такие времена. И мы покажем, расскажем, как мы работаем и еще раз ответим на вопрос. Это будет тихая, off the record встреча. Покупайте билеты по ссылке в описании, если у вас есть такая возможность. Ну и попрощаюсь с этой программой Катрикады иностранных дел. Спасибо, что вы провели этот час вместе с нами. Спасибо, что смотрите Дождь. Меня зовут Екатерина Катрикада. Не забудьте, что сегодня в 8 вечера по Москве итоги информационного дня подведет мой коллега Эдуард Бурмистров. Субтитры сделал DimaTorzok